Добрый вечер дорогие друзья! Как меня слышно поставьте по сетибальной шкале 10 хорошо, единичка двоечка плохо и мы будем начинать. Отлично! Я не включаю видео чтобы не загружать экран и не загружать ресурс, чтобы у нас бесперебойная шла связь. Итак, я Андрей Хавратов, профессиональный инвестор, являюсь партнером компании Skyway и также являюсь автором-издателем одного из лучшего обучающего проекта по инвестированию в интернете, интернет-академия частного инвестора. Я с компанией Skyway познакомился 24 или 25 февраля, 25 я стал акционером и очень активно, скажем, развиваюсь в этом направлении, потому что этот проект достоин будущего и очень достойный для простых граждан, которые не имеют огромных средств, чтобы на стадии формирования компании войти в нее акционерами и на сегодняшний день цель нашего вебинара... звук прибавки, да? Хорошо, сейчас прибавлю немножко... Цель нашего вебинара, который проходит по четвергам, это обучение акционеров, которые хотят стать партнерами и партнеров, которые хотят стать инвестиционными консультантами, инвестиционными менеджерами компании Skyway. Итак, обучающая программа инвестиционных менеджеров Skyway состоит из трех этапов. Начальный курс 30 минут каждый четверг, может быть раз в две недели будет для всех новых акционеров, которые желают стать партнерами. Далее, базовый курс 4 занятия по 30 минут каждый четверг и пятницу для всех новых инвестиционных менеджеров, то есть либо в четверг, либо в пятницу, он будет, эта программа мы уже вышли с мая, и профессиональный курс для инвестиционных менеджеров компании Skyway. Четыре занятия по 30 минут... Четыре занятия по 30 минут, одиннадцать месяц... О, есть, случился... Да, Андрей, приветствую, приветствую. Алло, алло... Привет, кого, да? Что, что, Андрей? Алло, Андрей, ты отключился? Так... Мне не надо отключаться. Мне не надо отключаться. Нет, я буквально сейчас на 5-10 минут, как я посел, по времени, вот, чтобы буквально несколько объявлений, как мы говорили, и дальше, как мы договорились, четверг твой день. Вот, так что... Вот, поэтому, то, что я обещал сделать, дорогие друзья, вот, добрый вечер. Я буквально там на 5-10 минут у Андрея времени займу, вот, потому что, как мы говорили, четверг у нас был экономический день, сейчас более целесообразно делать из него обучение как раз менеджеров, вот то, что Андрей делает, потому что это сейчас более важный такой процесс, вот. Вот, а мы с вами вторник оставим как экономическое углубление, понедельник как введение в Skyway, среда, это день генерального конструктора, или будем говорить такой технологический день, потому что Анатолий Владимирович все-таки попросил, что он не сможет ввести его каждую среду, вот, мы будем меняться, часть буду ввести я, часть будет еще подключаться сейчас конструктора, которые уже включаются в работу. Поэтому, друзья, я просто, почему, сейчас я немножко задержался, прямо уже с колес включился, я участвовал как раз вот в том семинаре, который проводила «Единая Россия» и «Эксперт», значит, мы хотели сделать съемку нашей группой телевизионной, чтобы вам показать репортаж и отчет об этой конференции, но, к сожалению, этого сделать не удалось, потому что конференция была очень пафосная, в президент отеля, охраняет ФСО, и просто они не, мы не смогли туда провести наших корреспондентов, они нам пока не это не пустили, но зато я вам могу сказать, что они натолкнули нас на очень интересную мысль, потому что корреспондентов, которые снимают такого рода мероприятия, и этим, Дальше будем вводить... Ага, зависло, но это, это, у меня интернет работает хорошо. Вот, Андрей, ты видишь, или тоже у тебя зависло? Так, нормально идет, да? Все, уже нормально. Звук немножко, Сергей, звук немножко, Сергей. Ага, но у меня пока показывает, что это похоже это, у меня интернет нормально сейчас идет. Вот, поэтому, друзья, то есть возникло еще целое такое большое направление, то есть, которое будет называться Sky TV, и мы сделаем из него такую профессионально работающую, хорошую телекомпанию, которая будет освещать именно работу, все, что связано со Sky Tech, все, что связано с работой конструкторского бюро, развития программы. Я думаю, что со временем будем конкурировать и с серьезными телеканалами, такими как Discovery и так далее, и так далее, потому что это новое интересное направление. Поэтому, я считаю, что день сегодня очень интересный, то есть, все, что было сказано с точки зрения экономики, я даже комментировать не буду, потому что это такие желания, я бы сказал, чего неприлично, на непонятно какие темы, вот, и я одно могу сказать, что если дальше так будет развиваться, и такие люди будут двигать и нашу экономику, и наше руководство, то ничего хорошего нас с вами ждать не будет. Но, исходя из того, что мы с вами знаем и то, чем мы с вами сегодня занимаемся, это единственная надежда на то, что будущее, которое там грядет, оно будет не так печально, как представляют его те люди, которые сегодня представлялись партией власти и, соответственно, экономической элитой, которые делают продвижение. Если кто смотрел вчера, у Соловьева выступал Глазев, академик, то есть, я вам тоже могу сказать, что все-таки мы с ним очень большие союзники по развитию евразийского пространства, по именно экономической концепции развития, но, если кто смотрел или посмотрите в записи сегодня его выступления, когда он начинает говорить первое, второе, третье по шагам, что предполагается сделать в ближайшее время для развития евразийской территории, то это, конечно, опять выглядит печально. И ничего вразумительного с точки зрения экономики и с точки зрения будущего здесь быть не может. Поэтому, дорогие друзья, еще раз можно констатировать, что та программа, которую мы сегодня с вами запустили, она единственная на сегодняшний момент правильная, она будет развиваться и только это может обеспечить нам с вами будущее. Вот, поэтому по телевидению вот этого Skyway TV мы еще будем с вами, так как мы взяли за правило, мы все будем обсуждать, какие идеи есть, будем рассматривать. То есть, идея, я сразу могу сказать, что у нас есть несколько ряд таких креативных, очень наших близких партнеров, то есть Алексей Хадоев из Челябинска, он как раз предложил снять сегодняшнюю конференцию, мы попробовали это осуществить, не получилось, но зато родилась идея вот этого Skyway TV, которую мы дальше будем развивать, прям ближайшее, наверное, будущее. И через две недели у них может оказаться такое боевое крещение, потому что РЖД проводит большую конференцию на предмет скоростного железнодорожного транспорта, и мы как раз попробуем туда уже запустить наших корреспондентов и наших, будем так сказать, акционеров и агентов, которые будут уже задавать вопросы из той логики, как мы себе это представляем. Будет интересно, что на это будут отвечать разные деятели, разные политики, разные чиновники, а мы, соответственно, будем на наших сначала вебинарах, а потом уже на нашем сайте, который будет телеканалом, будем это все смотреть. Поэтому я считаю, очень интересное сегодня такое развитие, неожиданно для нас получилось. И я думаю, что дальше это будет продвигаться в таком ракурсе. И еще я могу сказать, что я сейчас провел переговоры с рядом очень интересных ученых и такого рода уже политиков, которые аналитиков, которые работают сегодня в сфере экономики. И я, начиная, наверное, со следующей или через неделю, ряд такого рода экспертов и очень серьезных людей буду подключать уже к ведению вебинаров. И мы будем вести для начала там вдвоем, потом, может быть, втроем, такие экономические именно вебинары. А со временем, я думаю, что это перерастет в такой экономический клуб, который будет обсуждать именно SkyWay технологии, SkyTech развитие, шестой технологический уклад. И я думаю, что такого рода дискуссии, которые мы будем между собой устраивать, они будут интересны и для всех слушателей Академии, которую сейчас ведет Андрей, и для всех, кто подключился к программе. И вообще, так сказать, это будет очень интересное развитие. Так что впереди нас ждет много чего интересного. И в завершение буквально одну фразу еще раз напоминаю, дорогие друзья, у нас очень серьезное событие идет. Это 30 мая, 1 июня конференция в Минске, где мы соберем ряд инвесторов уже крупных, кто инвестировал там 100 тысяч долларов и выше, они будут все на этой конференции. Мы приглашаем всех, кто чувствует в себе силы из сегодня наших акционеров, кто хочет увеличить свой пакет и поучаствовать в такого рода конференции. Она будет не дешевая. У нее цена участия в этой конференции будет порядка 90 тысяч рублей. Но, как всегда, это будет, естественно, сразу зачитываться как пакет. И тем самым вы увеличите свой инвестиционный пакет еще на 90 тысяч рублей. Сейчас вот как раз вы на школе инвестиционного менеджера с Андреем пересчитаете, сколько это будет в акциях и сколько это будет в фунтах стерлингов. Поэтому, кто хочет сегодня подключаться, сразу включайтесь, планируйте для себя участие в такой конференции с увеличением пакета. А партнерская программа будет рассчитана еще на то, что если вы найдете и пригласите будущего акционера, будущего бизнесмена, который готов включиться и проинвестировать в программу от полутора миллионов и выше, соответственно, вы получите и пакет, что этот участник будет участвовать в конференции. И потом, если он станет акционером, соответственно, вы по бонусной программе получите себе пакет акций довольно-таки крупный от тех инвестиций, которые есть. Поэтому это направление и для тех, кто еще хочет инвестировать сам и участвовать в конференции, это одно. А для, тут вот спрашивают, не много ли 90 тысяч, еще раз оговорюсь, что это конференция для крупных инвесторов, для тех, кто хочет инвестировать от полутора миллионов и выше. И, соответственно, те 90 тысяч, которые будут участия в конференции, это сразу будет первый взнос в акциях, которые есть. То есть это такой ограниченный круг. Мы планируем, что будет не более 150-200 человек на этой конференции, для того, чтобы было личное общение и Юницкий, и те эксперты, которые туда приедут, и политики, которые будут из Литвы, а это будут на уровне министров и на уровне министров Белоруссии, чтобы мы смогли таким кругом пообщаться, и тех, кто еще сомневался, либо ему нужен был серьезный толчок, чтобы стать серьезным инвестором, как раз это будет, значит, минимум здесь не будет. Еще раз я говорю, что эта конференция рассчитана именно на крупных инвесторов, а у нас такая наша с вами конференция, где мы будем собираться все, и мы будем туда приглашать всех участников, мы ее будем делать в конце июня, но там участников у нас уже будет порядка полутора-двух тысяч человек. Это будет очень интересное такое мероприятие, это будет уже как слет сторонников, поэтому там будет минимальное участие, порядка трех тысяч рублей, соответственно, оформляемое тоже пакетом, плюс пакет акций, как и всегда, будет бонусом. Это будет отдельно на конец июня, поэтому мы и про нее будем еще говорить особо. Так вот, Сергей Анатольевич, можно ли подробнее, почему Литва, ну про Литву мы уже говорили, там мы сейчас сделали офис европейский, именно европейская управляющая компания, она сегодня в Литве, вот, практически там сейчас находится Юницкий, он находится в двух офисах, Минский с конструкторским бюро и в Литве, а Литва сегодня пошла настолько серьезно навстречу, что вчера Юницкий встречался с вице-премьером правительства Литвы и с министром транспорта, очень серьезные результаты, они дают нам очень хорошие возможности для работы, буквально на следующей или через неделю будет встреча с премьер-министром Литвы, и сегодня уже мэры нескольких городов литовских начали конкурировать за то, кто предоставит наиболее интересные условия и по земле, и по условиям того, где будет строиться и полигон, и вот этот вот инновационный кластер Скайтека, поэтому там мы нашли очень интересное понимание, и сейчас даже Литва начинает конкурировать с Латвией за то, какие условия будут предоставляться для развития нашей программы, поэтому Литва, поэтому сейчас там наиболее такие интересные партнерские отношения, вот, но я могу сказать, что это не единственная страна, сейчас мы ведем переговоры, на нас выходят наши польские друзья, которые тоже готовы и предоставлять условия, то есть процесс пошел, я могу однозначно сказать, что это все активно развивается, и дальше мы увидим еще очень много интересных и вещей, и предложений, а для нас, как для акционеров, это очень отрадно, что сам процесс идет, и по сути дела, где сейчас будет это прорастать, в какой части мира, нам абсолютно, ну, не сказать, что абсолютно все равно, а этот процесс идет, ну, скажем так, активным образом, и, естественно, наша задача, чтобы программа развивалась в целом. Так что, значит, на сайте и в группе по конференции вся подробная информация появится, скорее всего, завтра, крайний случай в понедельник. Тут Семенов мне обещал, что завтра у нас это уже все будет висеть, для того, чтобы можно было четко ознакомиться и по пунктам увидеть всю участие. Вот, поэтому еще раз говорю, что, дорогие друзья, это уже касается наших инвестиционных менеджеров Skyway, которые работают, что планируйте участие для себя, кто готов и чувствует в себе силы, и основной, конечно, вопрос, надо сейчас привлекать крупных инвесторов, которые готовы инвестировать в программу, но им надо определенный особый клуб, и мы дальше планируем, что вот такую встречу, которую будем делать раз в четыре, раз в полгода, это будет некий такой элитный клуб для крупных инвесторов, которые будут все больше и больше увеличивать свое присутствие в акциях, и, соответственно, будут привлекать крупный бизнес для того, чтобы создавать именно такую подушку и по инвестициям, и по именно продвижению программы. Это для нас с вами, как инвесторов, которые работают, будет очень хорошее подспорье, потому что мы сразу будем видеть, что крупный сколько, ну, на сегодняшний момент мы установили пакет, это порядка полутора миллионов рублей, вот кто на полтора миллиона входит, это уже для нас сейчас довольно-таки крупный. И дальше эта планка будет постоянно увеличиваться, и, соответственно, по мере расширения и количества участников, и такого рода бизнесменов планка будет постоянно увеличиваться. Вот. И мы как раз сейчас с научной точки зрения, я готовлю сейчас группу очень интересных экспертов, которые будут вести и такие специализированные вебинары, это уже для углубленного понимания программы и всех событий, которые происходят с точки зрения экономики, а с точки зрения вот такого бизнес-клуба, мы будем проводить раз, там, еще раз говорю, раз где-то в пять в полгода, пять месяцев в полгода встречу таких крупных инвесторов для того, чтобы обменяться мнениями и, соответственно, показать привлекательность для других, тех, кто входит в эту программу. Ну, на этом я заканчиваю, дорогие друзья, все-таки сегодня у нас школа, поэтому, Андрей, я тогда передаю тебе слово, вот, в конце еще, я думаю, что буквально на 2-3 минутки я включусь, а сейчас я вам желаю очень плодотворной и хорошей работы, все, спасибо за внимание, Андрей, тебе слово. Ага, благодарю, Сергей. Ага, благодарю, Сергей. Спасибо. И так, дорогие друзья, мы продолжаем. Сергей Семенков, кто не знал, был сегодня, была конференция в Москве, под эгидой патроната. Хрипит, да? Хорошо, сейчас сделаю тише. Я другой микрофон взял. Сейчас, как слышно, 1, 2, 3, 4, 6, погулять. По 10-балльной шкале 10, хорошо, 5, не очень. Отлично. Ну, все, здорово тогда. Хорошо, друзья, все вопросы, я буду давать время на вопросы. Сейчас я отключу чат, чтобы он не беспокоил ни слушающих, ни меня, а вопросы, когда мы будем проходить материал и вопросы. Итак, дорогие друзья, значит, начальный курс, как мы говорили, 30 минут. Он будет 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 1 раз в 2 недели или 1 раз в неделю, но вы будете получать рассылки. Базовый курс 4 занятия по 30 минут каждый четверг, пятницу для всех новых инвестиционных менеджеров. И тоже он будет выходить раз в 2 недели, раз в неделю, тоже мы будем извещать. Национальный курс для инвестиционных менеджеров. Также хочу сказать, дорогие партнеры, сейчас, я уже разговариваю с Сергеем Семеновым, идет маркетинг плана, особенно людей, которые занимаются профессиональным многоуровневым маркетингом, инфобизнесом, у которых были огромные сети, скажем, клиентов. Для вас будут очень приятные новости. Но это чуть позже, уже в мае месяце мы вас известим. Значит, сегодняшняя тема у нас поделена на 2 части. Первая часть, основы частного инвестирования, 5 важных правил. Это для новичков, скажем, для тех партнеров, которые начинающие инвесторы стали. Виды инвестирования, прямые венчурные инвестиции Skyway, классификация инвестиционных предложений, уровни инвесторов, ответы на вопросы, домашние задания. Потому что в чаты пишут вопросы. И вторая часть, я думаю, что, наверное, сегодня, может быть, мы ее не пройдем. Это уже для, скажем, тех людей, которые проходили обучение. И я хотел бы сейчас задать вопрос. Поучаствуйте, пожалуйста, все. То есть вам на... Так, так, сейчас видно вопрос. Запустите. Какой раз вы на обучении? Первый раз, второй, третий. Тогда будет зависеть, сколько времени я уделю на каждой теме. Значит, практически у нас третий раз все, да? Давайте быстренько все ответим. Потому что у нас 372 человека. Хотелось бы получить четкую информацию. У нас записаны школы предыдущие. Первая и вторая школа. Да, основная масса у нас сегодня третий раз. Угу. Значит, дорогие друзья, и хочу еще раз напомнить, что на школы для партнеров, огромная просьба, приходят люди, которые хотят продвигаться вместе с компанией Skyway. И вы желаете зарабатывать еще дополнительные средства. Ну, либо в будущем сделать как основной свой источник доходов. И либо вы, человек, хотели бы еще увеличить свой, скажем, портфель акций от компании Skyway. Потому что приглашая своих знакомых, близких, друзей, они могут инвестироваться. Вы можете получать процент отлично приглашенных, 15%, как в акционном счете мы сегодня с вами поговорим, так и на бонусном счете. И поэтому это достаточно хорошее подспорье, где вы получаете и деньги, и такую же сумму вы можете потратить на акции. И это очень здорово. Вы таким образом увеличиваете свой пакет акций и в своем портфеле инвестиционном увеличиваете, скажем, за счет своей активной работы. Отлично. Если вы, соответственно, проголосовали, тогда я сориентировался на вопросы и тогда буду, исходя из этого, проводить темы. Итак, дорогие друзья, кто новый первый раз и второй раз, для вас темы первой части, ну и если вы пожелаете остаться на вторую часть. Значит, во второй части мы изучим создание капитального дохода Skyway более 100 тысяч фунтов в течение 3-5 лет. Инвестиционные стратегии в инвестировании, какие бывают, и ответы на вопросы. Будут даваться домашние задания, которые нужно будет сделать. Дата стоит не на 25-е, а на 24-е, а уже в мае месяце будем проверять. Итак, дорогие друзья, тема начального курса, которую мы изучаем. Это основы частного инвестирования, 5 важных правил, виды инвестирования, прямые вечерные инвестиции, классификация инвестиционных предложений, как при каких условиях будет рост акций и дивидендов в компании РСВ, уровни инвесторов, системность в работе партнеров Skyway. Это вторая школа записанная, методы нахождения акционеров, методы нахождения партнеров. Методические рекомендации по работе с акционерами и партнерами мы уже дадим. Сейчас мы готовим вопросник, где вы зададите самые встречающие вопросы, и потом мы вместе с вами сделаем такие вот методические рекомендации по ответам на эти вопросы и как нужно отвечать на эти вопросы, это тоже будет уже в мае месяце. Итак, переходим вот для новичков. Основы частного инвестирования, 5 важных правил. Дорогие начинающие инвесторы, а у нас практически все начинающие инвесторы, даже если они имели опыт какой-то небольшой, находятся на уровне инвестора, либо любителя, либо нулевого инвестора. Поэтому основная задача понимать различия между инвестициями и инвестированием. Нужно понимать, что инвестиции – это размещение средств куда-либо. То есть какие-либо инструменты инвестирования. Что такое инструменты? Либо ценных бумаг, либо покупка металла, золото, серебро, либо бриллиант. Либо покупка фьючерса, либо покупка каких-то, может быть, нематериальных и материальных активов, которые в будущем могут приносить прибыль. Это называется инвестиция. То есть сделать, произвести инвестицию. А инвестирование – это понятие того, как у вас могут расти ваши средства из года в год и как они могут увеличиваться. Когда я говорю, что можно получать в год 1000% на свои инвестиции, многие люди задают мне вопрос. Андрей, покажи место, где платят такие проценты. Нужно понимать, что человек, обладающий мышлением профессионального инвестора, опытного инвестора, ему нужно не место. Он понимает и имеет понятие, как делаются эти проценты. И поэтому мы рекомендуем в Академии частного инвестора, у нас огромное количество, вот если вы зайдете на сайт Академии частного инвестора, в гугле можно брать, начальная школа, там огромный материал собран. Если по стоимости сказать, он стоит в пределах от 10 до 50 тысяч долларов, а то может быть и больше, по ценности этого материала. Но он дается вам бесплатно. Поэтому изучайте все эти материалы и вы продвинетесь очень сильно, потому что мы получаем огромное количество, скажем, благодарности за те материалы, которые у нас в открытом доступе, начальное образование. Так вот, понимание нужно понять, что такое инвестиции, инвестирование. И это у нас есть как раз в первом правиле из 8 правил частного инвестора. Второе, знать различия между активами и пассивами. То есть активы нужно понимать, дорогие друзья, это то, что приносит вам деньги без вашего участия. Пассивы это то, что вас забирает деньги. То есть если вы считаете, что ваш дом или ваша машина, на которой вы ездите, это актив, даже если вы зарабатываете на ней деньги, это ошибочная, скажем, ошибка и ошибочное мнение. Если вы работаете на машине, даже которая вам дает деньги, это пассив, потому что она является вашим бизнесом. Так вот, активы это то, что дает вам деньги без вашего участия. Пассивы то, что у вас забирает деньги. И сразу же вам домашнее задание. Записывайте первое домашнее задание. То есть изучить начальные материалы в Академии частного инвестора и 8 правил частного инвестора. И понять, что такое инвестиции и отличие от инвестирования. Второе, напишите список ваших активов и ваших пассивов. То есть слева столбик, напишите все ваши активы, то, что дает вам деньги без вашего участия. И ваши пассивы, то, что у вас забирают деньги. Квартира, машина, другие затраты и так далее. Сделайте список, посчитайте суммы и увидите, какой у вас актив, какой у вас пассив. И тогда нужно будет понимать, что нужно двигаться в направлении. Третьим, это осознать 5 важных правил при инвестировании. У нас это называется 5 заповедей частного инвестора. Но заповедь для человека становится тогда, когда он правила перестает нарушать. Вот тогда для него становятся заповеди. Но пока человек, который еще нарушает эти правила, они для него пока становятся правилами. Поэтому, первое правило, всегда откладывать 10% со всех своих доходов. Второе, контролировать свои расходы. И здесь очень важный момент, хочу вам сказать такую вот фразу, когда-то я услышал. Научить зарабатывать человека деньги, но не научить его правильно распоряжаться своими тратами. И не изучив траты, это большое преступление. И, наверное, многие из вас прошли тот путь, когда вы заработали, может быть, знаете таких людей, которые заработали огромные деньги, а потом они были несчастными людьми. Потому что, как я всегда говорю, научиться зарабатывать деньги может любой дурак. А вот сохранять и приумножать, это уже искусство. Именно поэтому нужно научиться контролировать свои расходы и свои доходы. Для этого, скажем, опять же, когда вы будете изучать материалы Академии, там есть табличка доходов и расходов, которые нужно вести каждый день, каждую неделю и подытоживать свои траты ежемесячно. Третье, оберегать свои средства от потерь. То есть, нужно учиться всегда оберегать свои средства и не терять их. Четвертое, учиться инвестировать. И пятое, всегда учиться зарабатывать больше денег. Вот эти важные правила, они являются для любого человека, который зарабатывает сегодня 500 долларов в месяц. Ну, там, допустим, 15-25 тысяч рублей в месяц. Или он зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц. Разницы нет. Если он хочет существенно начать увеличивать свой доход, он должен придерживаться этих пяти важных правил. Следующая тема – виды инвестирования, дорогие друзья. Какие самые основные 10 направлений в инвестиционном бизнесе сегодня используют, так сказать, 90% людей на планете? Первое – это банковский депозит. Второе – страховые фонды, то есть лайф-страхование. Третье – валютные рынки Форекс. Четвертое – фондовые рынки. Пятое – недвижимость. Шестое – пифы. Это паевые инвестиционные фонды. Корпоративные инвестиционные фонды. Институты совместного инвестирования. Инвестиционные компании. Высокорисковые инвестиционные компании. Это хайп-фонды. И как бы не прискорбно было это слышать, но, к сожалению, новички в инвестиционном бизнесе, так называемые любители, либо нулевые инвесторы, любители, либо переходящие, может быть, в умные инвесторы, это люди, которые вкладывают вот в эти хайп-фонды. А среди этих хайп-фондов 75-70% это жулики компании, 20-25% это скамы, то есть не скамы, а понзи, это пирамида. И всего лишь от 0,5% до 5% это нормальные высокорисковые инвестиционные компании. Но, к сожалению, большая часть людей вкладывают, скажем, в компании свои инвестиции, инвестируют. И зачастую теряют все свои капиталы, потому что они не могут правильно оценивать тот или иной инструмент и тот или иной объект в инвестировании. Далее идет MLM, сетевой маркетинг, когда люди могут использовать, скажем, это тоже один из важных моментов в сетевом маркетинге, кто работает с многоуровневыми системами. Сегодня и в инфобизнесе, и в интернете работает огромное количество компаний, использующих многоуровневую систему, я называю многоуровневая система бонусная оплаты труда. И это нормальное явление. И компания Skyway в том числе использует эту многоуровневую систему, но мы не являемся компанией сетевого маркетинга, чтобы вы не путали. Так вот, кто использует в данном случае многоуровневую систему поощрения оплаты труда, эти люди, которые, в принципе, тоже становятся на путь инвестирования. Инвестируя средства за счет активной работы, эти средства могут давать капитализацию высокую, и вы увидите сегодня. Десятое – это долевое участие в бизнесе. ДУ – это долевое участие в готовый расширяющийся бизнес, то есть, когда привлекаются средства для того, чтобы… Ну, как на примере приведу, да, компания хочет открыть филиал в регионе для того, чтобы быстро завоевывать территории и клиентов. Она привлекает частные инвестиции, может привлекать частные инвестиции, как непосредственно в компанию, так и через паевые инвестиционные фонды, и расширяет свой бизнес. Это могут быть и общественное питание, это могут быть и продукты питания, это могут быть бизнесы разного направления. Это популярно вот на сегодняшний день. И долевое участие в стартапы, то есть, стартапы – это начинающие проекты, которые хотят развиваться, к сожалению, у нас, в нашей стране, как в готовый расширяющийся бизнес, так и в долевое участие в стартапы, еще, скажем, на законном основании не очень сильно развито. И поэтому тоже 90% примерно компаний, с которыми, скажем, они малонадежные, можно потерять свои инвестиции. И венчурное инвестирование – это инвестиции в компанию Skyway, это есть направление венчурного инвестирования, то есть, относится к долевому участию. Почему долевое участие? Потому что мы являемся дольщиками. Есть основной акционер главный – это Юницкий Анатолий Эдуардович, который нам отдает доли в виде акций, количество акций по законодательству той или иной страны, в данном случае Британии. И мы, скажем, будущее, не будущее, а уже являемся совладельцами будущих прибыли этой компании. Итак, что же такое венчурное инвестирование? От английской вентуры – это рисковое начинание, предоставление молодым компаниям средств без залога на ранней стадии развития в обмен на долю этих компаний. То есть, венчурное инвестирование – это долгосрочные 5-7, а иногда и больше лет. Если привести пример компании «Сименс», которая производитель транспорта на магнитных подушках, которые вы слышали уже, это не просто телефоны, а компания, которая производит телефоны, а именно транспорт на магнитных подушках. Они около 40 лет, скажем, и сегодня не окупаемый их проект. Если говорить вообще о венчурных инвестициях, то это инвестиции частного капитала, в акционерный капитал, вновь создаваемых из технологических перспективных компаний. Если говорить о венчурном инвестировании, компанию «Скауэй» – очень выгодное. Почему? Потому что компания «Сименс», которая производит железные дороги, у них стоимость 100 миллионов долларов километра пути, то компании небесных технологий «Скауэй» – струнной дороги Юницкого – себестоимость около 2 миллионов долларов, то есть 50 раз дешевле, чем у таких известных компаний, работающих на магнитных подушках. И если говорить о разнице, опять же, в метрополитене, либо железнодорожного полотна, которое существует в данный момент, дешевле технологии «Скауэй» примерно в 10, в 15, в 20 раз. Далее, когда оценивается проект, венчурный проект, его необходимо проверить. И когда я получил информацию, за два с половиной часа я основные вещи проверил, изучил, и в течение потом еще где-то двух-трех дней изучал другую документацию, которую не успел изучить. Но основные документы я изучил, основные направления изучил. И что важно понимать, что СИД – это начальная стадия у предпринимателей, и есть только лишь идея проекта, бизнес-план, и нужен капитал для реализации проекта. Это то, что в ноябре месяце было, ну, у господина Юницкого это еще было и 10 лет назад, но он решил воспользоваться, скажем, принципами инвестиционной стратегии народного инвестирования, и у него есть бизнес-план, нужен капитал для реализации проекта. Более того, уже были ряд испытаний сделаны. Это не просто даже уже начальная стадия, а уже продвинутая начальная стадия. Итак, мы должны понимать, какие технологии. Второе – есть ли у компании бизнес-план. Третье – этапы реализации запуска проекта. Четвертое – уставной капитал компании. Пятое – страны регистрации компании, то есть в какой стране зарегистрирована. Прозрачность – во что конкретно идут инвестиции. Предполагаемая дата первой капитализации, чего она зависит. Срок окупаемости инвестиций, предполагаемая доходность, то есть дивиденды. Потому что если мы становимся совладельцами компании, особенно акционерами компании, вот если мы становимся просто совладельцами компании, мы имеем возможность получать доход, так называемый дивиденд, дивиденды, то есть доход от компании. Когда же мы становимся акционерами компании, то в будущем мы имеем возможность получать два вида дохода. Наши средства растут, могут расти, это первое. А второе, наши средства могут давать нам ежегодный, либо ежеквартальный определенный доход, который называется дивиденды. Одиннадцатый принцип инвестиционной стратегии, которую взяла компания, и перспективность развития масштабности. Итак, теперь давайте посмотрим. Технология. Абсолютно новый технологический транспорт, 12 базовых преимуществ. То есть это новая технология в транспортных перевозках, как грузоперевозках, так и перевозке людей. Более того, высокоскоростная технология. И вы слышали уже, что в среднем это 500 км в час, высокоскоростная технология перевозок для людей. То есть, грубо говоря, от Москвы до Одессы вы можете проехать за 4-5 часов. А если от Москвы до Питера за 1 час. Если это с Киева до Одессы, то это за 1 час, 1 час 20. Если с Москвы до, скажем, Адлера в Сочи, то это примерно может быть 6-7 часов. Вот в таком плане. Даже быстрее, скажем так. Поэтому, дорогие друзья, это и существует 12 базовых преимуществ, которые вы можете изучить. Кстати, вот сразу домашнее задание. Найти ответы и изучить по каждому пункту, который сейчас написан. Это вам нужно найти ответы. Потому что они есть в свободном доступе. Вам нужно найти и нужно изучить. Второе. Бизнес-план состоит из 15 этапов запуска проекта. Тоже вам нужно найти этот бизнес-план и изучить 15 этапов запуска проекта Skyway. Третье. Этап реализации запуска проекта 3 года. Вот здесь вообще просто была потрясающая информация. Потому что, кто знает компанию Apple, она организовалась в 1976 году, 1 апреля. А IPO было на бирже NICE в 1980 году, через 4 года. Здесь через 3 года планируется, скажем, реализация проекта. И уставной капитал, который есть в компании сегодня, 136 миллиардов 244 миллиона 899 тысяч 367 фунтов стерлингов. Это примерно в 2 раза больше, в 1,6-1,7 раза больше, чем доллар. Ну, умножить на полтора, свободно можно умножать. Это в 1,5 раза больше, чем ни одной компании с таким основным капиталом нет. Более того, вам домашнее задание – зайти в Google, набрать регистр британских компаний, набрать название компании, номер компании и найти, где об этом говорится. Для того, чтобы, если в будущем вам будет задавать вопрос, а покажи, где это находится, вы даете такое же задание тому человеку, который вам задает такой вопрос. И он сам может найти, если он вам не находит сам, тогда вы ему ссылочку даете и показываете, где это находится. Далее, страна регистрации компании – это Британия. Нужно отметить, что Британия является одной из немногих компаний, которые гарантируют сохранность частного капитала. И многие известные бизнесмены регистрируются именно в Британии. Как российские, так и международные. Даже американские бизнесмены для популяризации своего бизнеса регистрируют компании в Британии. И практически нет ни одной крупной компании, которая бы не регистрировалась в Британии и не выводила на британскую биржу свои акции. Поэтому Британия – это очень здорово и это защита в первую очередь нашего с вами капитала, то есть наших с вами средств. Прозрачность. Постоянно на виду балансовая отчетность. Если говорить по закону британскому, сегодня вот задавали вопрос юристу, он отвечал, через полтора года новая компания может вывесить отчетность. То есть в британском праве, да и вообще не только в британском праве, в Европе, в Соединенных Штатах. Раз в год, в Соединенных Штатах раз в три месяца, но в Британии раз в год, где компания, сдавая отчетность в налоговую инспекцию, эта отчетность есть у регистра. И любой гражданин, любой человек может в регистра запросить эту информацию. Естественно, она платная и вы оплачиваете, если вы хотите получить информацию по какой-либо компании. Шестое, прозрачность, то есть постоянно на виду, это то, что и Сергей Сибиряков, директор по стратегическому развитию компании, и сам Юницкий Анатолий Эдуардович, он всегда на виду, всегда проводит вебинары. То есть, более того, у меня, скажем, мой пригласитель, который меня приглашал с Беларуси, с Минска, он сейчас просто на отдыхе, но Юницкий звонил ему и приглашал прийти в офис Минский для того, чтобы познакомиться и обсудить даже возможность сотрудничества уже непосредственно в Беларуси и в Минске. Поэтому это говорит о том, что открытость постоянно на виду, это очень большой плюс, потому что многие компании, которые говорят вам, что они платят каждый день по 20-30%, почему-то эти компании не на виду. Кто управляет этой компанией, непонятно. И вообще, когда они говорят, что мы там зарегистрированы в Британии, либо на тех же офшорных зонах, потому что там тоже можно проверить компанию. Ты говоришь, скиньте мне номер компании, название компании, начинаешь проверять этой компании, либо вообще не зарегистрировано, или не скидывают номер компании, название компании, через которые все это проходит. Седьмое. Во что конкретно идут инвестиции? То есть, создание полигона для продажи готового продукта дороги Skyway. То есть, в данном случае, даже не полигон, а так называемый салон-магазин по продаже технологии Skyway. Это, как говорил господин Емитский, 30 примерно километров высокоскоростной трассы, около 10 километров грузового трассы, и городская трасса тоже на уровне 10 или 15 километров. То есть, это, когда готовый, так называемый, полигон-салон-магазин, где заказчики приходят, видят, сесть могут даже в поезд, проехаться, увидеть, и они начинают производить заказы. Когда я узнал, что идут непосредственно инвестиции в создание полигона, то есть, мы с вами, я как акционер, вы как акционеры, можете именно быть совладельцами технологии основного этого, скажем, завода по производству дорог Skyway. Это вообще просто невероятно. Восьмое. Предполагаемая дата первой капитализации, чего зависит, она поставлена через три года, выход на фондовый рынок, то есть, может быть, не обязательно фондовый рынок, но будет продажа акций в открытом доступе, то есть, это практически будет IPO. И планы компании один к одному продавать акции, то есть, заявленная стоимость один фунт, вот один к одному продавать акции. Срок окупаемости дорог 3-5 лет. То есть, это вообще информация, когда я узнал, меня потрясла, потому что железные дороги, то же метро, которое строится, которое, скажем, надземное метро, у него срок окупаемости, если не ошибаюсь, 10 лет, а подземное метро, там у него окупаемость вообще что-то 15 или 20 лет. И предполагаемая доходность дивидендов могут быть на уровне от 20 до 100 в год, в зависимости, какие это будут проекты. Принцип инвестирования, стратегия, инвестиционная стратегия, это краудфайдинг, то есть, народное финансирование. И вам нужно будет найти, что такое краудфайдинг, народное финансирование. Сегодня в YouTube, в Wikipedia можно все эти термины увидеть, как, что они называются. Кстати, задавали вопросы люди, я начинающий, я не знаю, что такое акции, как владеть акциями. Дорогие друзья, сегодня в YouTube можно, вернее, в Google можно обратиться, в Википедию, и там все подробно написано. Поэтому, если у вас какой-то вопрос, вы не знаете, это слово, которое иностранное, так скажем, да, вы набираете в Google, и вы сразу же видите ответ, особенно в Википедии, там всегда есть ответ. И перспективность развития и масштабность, это Евразиатский регион, плюс Австралия, плюс Южная Америка, то есть, трасс, планы, более 15 миллионов километров дорог. И, дорогие друзья, вам домашнее задание, по каждому из этих пунктов найти ответы. Для этого мы даем вам две недели, даже почти две с половиной недели, потому что выходные будут. То есть, до 15 мая вам нужно будет сделать домашнее задание. Далее, классификация инвестиционных предложений. Они бывают, инвестиционные предложения классифицируются по рискам и по надежности. То есть, класс гарантированного сегмента низкорискового, среднерискового и высокорискового сегментов инвестиционных предложений. По надежности бывают гарантированные надежные и гарантированные могут быть ненадежные. Точно так, высокорисковые могут быть надежными и высокорисковые могут быть ненадежными. надежными. Как я говорил, начинающий инвестор, к сожалению, инвестирует всегда в высокорисковые, ненадежные компании, инструменты и естественно, потом теряет все свои средства. Поэтому следующая табличка, сейчас вот запомните, изучите ее. Банковский депозит, он может быть гарантированному сегменту можно отнести и надежным он может быть, если он находится в финансовой группе, если это просто коммерческий банк одиночка и он не относится никакой финансовой группе, то ваши средства могут быть возвращены, которые вы инвестировали в банковский депозит, только лишь когда, скажем, банк стал банкротом, а государство его признало официально банкротом и тогда, если он застрахован в ассоциации по возврату вкладчикам и проплачивал страховку, тогда ваши средства могут вернуться. Но зачастую, особенно в наших странах, банки когда банкротятся, но они не банкротятся, их просто закрывают, забирают лицензию, как ненадежные, то, что происходит в наших постсоветских странах, в странах СНГ и средства забрать очень тяжело. Страховые фонды, лайв страхования, точно так же они могут быть гарантированными, низкорисковыми, среднерисковыми и надежными, если они входят в какую-либо финансовую группу, если они не входят в какие-либо финансовые группы, то здесь тоже есть, скажем, вероятность того, что средства могут ваши исчезнуть. Валютный рынок Форекс, известнейшие, это и ПАМ-счета, и АйПАМ-технологии, и копирование сделок, и фонды разного типа. Это высокорисковые, но максимум могут быть среднерисковыми, и надежными компаниями могут быть, если они входят в регулирование, если они находятся в России, допустим, регулируются законодательством Российской Федерации. Если компании эти зарегистрированы, допустим, в Британии, либо может быть в Соединенных Штатах, они регулируются государством Соединенных Штат. Но, если у вас есть такая вероятность, к примеру, если в Украине человек инвестировал в рынок Форекс в американскую компанию или британскую компанию, а у нас вообще нет такого понятия, что гражданин Украины может инвестировать свои средства, если в России это возможно, если не ошибаюсь, до 15 тысяч долларов он может инвестировать как инвестор в любое направление. Поэтому в основном тот, кто инвестирует в рынок Форекс, 95% людей теряют свои средства. Из-за той причины, что не было регулирования, и люди не знали, как правильно нужно инвестировать в этот рынок. Фондовые рынки – это средне-рисковый, низкорисковый сегмент, надежный, если регулируется государством в той или иной стране. Если вы, допустим, инвестируете в компанию или через брокера, напрямую покупаете акции в Британии, либо во Франкфурте, либо NASDAQ, либо NICE в Америке, либо Российские торговые системы, либо Межбанковская Московская валютная биржа, либо Объединенная биржа Московская биржа называется, фондовая биржа. Тогда ваши средства защищены, и это можно сказать, что надежно. Если же это происходит через какие-то фонды или компании, и непонятно, где размещены ваши капиталы, то, естественно, это ненадежно, если даже они вам говорят, что они инвестируют в фондовые рынки. Рынок недвижимости – это низкорисковый, среднерисковый, можно сказать, надежный, но если вы инвестируете в строительство жилого офисных зданий на первом этапе строительства, то это может быть для вас высокорисковым. И огромное количество граждан, которые инвестировали в объекты, которые строились с фундамента, и эти средства, к сожалению, либо пропадали, либо были заморожены. Инвестиционные компании – это высокорисковые, и среди всех инвестиционных компаний, вернее, они надежными могут быть лишь только, как и пифы, 1-3%. Основная часть инвестиционных компаний, которые сегодня представлены в интернете – это компании, скажем, скамы или понзи, то есть либо жулики, либо пирамиды. Высокорисковые инвестиционные компании – хайп-фонды – они высокорисковые и в основном ненадежные, потому что надежные компании – хайпы, лично я знаю такие надежные компании, инвестиции идут минимум. Иногда есть сумма стартовая от 50 000 долларов, от 100 000 долларов, а там, где предлагают 1 доллар, 10 долларов инвестировать, в большинстве случаев 99,5% – это ненадежные компании и высокорисковые. К сожалению, все новички инвестируют именно сюда. MLM – сетевой маркетинг – это низкорисковый, надежный, если, опять же, регулируется государством. Далевое участие, готовый расширяющийся бизнес у нас, к сожалению, нет в наших странах регулирования, поэтому надежно, если регулируется, если есть все документации. Венчурные инвестирования надежные, если происходит инвестирование через венчурные фонды, венчурные ассоциации и компания SkyWay в данном случае, я думаю, что уже май, максимум июнь месяц, через венчурные площадки можно будет инвестировать любому человеку, там будут стартовые суммы крупные, потому что венчурные площадки они, скажем, с маленькими суммами не работают. Деньги будут приходить в любом случае в компанию SkyWay, но только с венчурных площадок в Британии. Поэтому венчурные инвестирования, оно вначале высокорисковое, потом переходит в среднерисковые, в низкорисковые, гарантированные, когда происходит IPO и когда, скажем, в свободной продаже существуют акции, тогда это является уже гарантированным инвестиционным инструментом и, естественно, компания, которая можно отнести к гарантированному объекту инвестирования. Почему? Сейчас я вам покажу это. И вот по доходности сразу же можно увидеть за 5 лет банковский депозит в среднем 50%, власть в страховании за 5 лет в среднем 50%, то есть в среднем 10% в год. Валютные рынки Forex, если надежные, могут давать от 300 до 1000% за 5 лет, если недвижимость в фондовой рынке точно так же, недвижимость может давать тоже от 300 до 1000% за 5 лет, если, опять же, не в кризисной ситуации, если это выход из кризисных ситуаций, если это в кризисной ситуации, то там могут быть даже, скажем, падения. ПИФ и КИФ и ИСИ от 100 до 300%, инвестиционные компании от 300 до 700%, высокорисковые инвестиционные фонды, если это надежные, от 100 до 1000%, MLM-сетевой маркетинг от 500 до 5000%, долевое участие от 500 до 1500, стартапы от 500 до 5000 и венчурное инвестирование от 10 000 до 100 000. Почему это так? Итак, давайте теперь посмотрим вот эту картинку, как получается капитализация. То есть, в 2014 году вы покупаете 20 000 акций, к сожалению, не пойму, почему не исправилось здесь, ага, я внизу исправил, а вверху нет. То есть 100 фунтов стоит 20 000 акций, в 2017-2018 году по плану компании, чтобы один к одному акция обходилась в цене, то есть 1 фунт, то есть у вас акции вырастут в 200 раз, то есть это 20 000 процентов. 2018-2024 год, 10 лет, это могут быть построены сотни тысяч и миллионы километров дорог, стоимость акций может быть от 10 до 100 долларов за акцию, то есть в 2500 раз могут вырасти ваши капиталы. То, что я говорил, первый вид дохода, когда акции вырастают в цене, вы можете продать часть акций и уже, скажем, свои средства, где-то туда, куда вы хотите. Какие три вида дохода вы можете получить от сотрудничества с компанией SkyWay? А вы, как партнеры, даже четыре. Первое, это дивиденды по акциям, рост акций, доходы вечерних компаний. И четвертое, доходы, которые вы можете получать уже сегодня, сейчас, это активное участие в привлечении акционеров, как мелких, так и крупных. Вы можете уже сегодня свои средства капитализировать. Я покажу пример, каким образом это у меня произошло. То есть это четвертый вид доходов, который у вас может быть с компанией SkyWay. Основной риск до IPO, то есть это основной риск. Но он практически отсутствует, потому что, видя, я просто поражен и общаясь со многими своими партнерами первого, скажем, кого лично я пригласил. Вот в Москве даже есть Евгений, который говорит, слушай, у меня сто процентов, с кем я лично беседую с людьми по SkyWay, они все сто процентов становятся акционерами. Я тоже поражен и удивлен, скажу вам честно, что в Академии частного инвестора огромное количество слушателей, клиентов, студентов обучается. И мы, скажем, участвуем во многих партнерских компаниях, как связаны с форексным, с фондовыми рынками, ну с нормальными, конечно же, направлениями. И те партнерские вознаграждения, которые получены от SkyWay, то есть и какое количество людей сюда приходят инвесторами, осознанными и понимают, что это за инвестиция. Мы, конечно же, я лично очень сильно воодушевлен, потому что действительно люди понимают приятный, нормальный, скажем, проект с большими-большими перспективами. И теперь давайте посмотрим, как формируется стоимость акций. То есть стоимость акций зависит напрямую от основных средств, плюс выночная стоимость и плюс, вот сюда я забыл записать, это технологии. То есть стоимость основных средств в основные средства входят еще, естественно, технологии. Так вот, если 15, предположим, миллионов километров дорог, мы берем как горизонт максимальный, который планируется сделать. Оценка основных средств на тот момент 5 миллионов фунтов в километр, это 75 триллионов фунтов. 25% могут быть компании SkyWay, это 18-75 триллионов фунтов стоимость основных средств компании SkyWay. Мы делим на 136 миллиардов акций, количество акций вы видели, это получается 137 фунтов, ну, около 150 фунтов стоимость одной акции. Если сегодня вы инвестировали тысячи фунтов, к примеру, 500 тысяч акций, 500 тысяч акций умножаете на 150 фунтов, это 75 миллионов, то есть стоимость вашего капитала. Второй момент, это дивиденды. 15 миллионов километров дорог умножаем на 100 тысяч фунтов на километр в год доходность, это 15 триллионов, то есть 25% доходность компании SkyWay, акционерами которой мы являемся, 3,75 триллиона фунтов мы делим на 136 миллиардов акций, это 20 фунтов доходность на одну акцию. То есть ваш доход из пакетов 500 тысяч акций умножить на 10 миллионов фунтов, это более 1 миллиона процентов. И, дорогие друзья, эти таблицы, чтобы вы видели, откуда берется это все, чтобы вы понимали, что это не просто слова написаны на бумаге. Вот мы берем постройка полигона 2014-2017 года. Видно, да? Сейчас я тоже буду просматривать на другом компьютере. Да, видно. Значит, видим 3 года, 300 миллионов фунтов необходимо для постройки полигона. Рыночная стоимость, мне задавали вопрос, почему рыночная стоимость может увеличиться в 10 или 15 раз. Дорогие друзья, здесь нужно понимать следующее, что рыночная стоимость, особенно на заводы производителей, которые производят технологию, они вырастают даже не в десятки, а в сотни раз. Поэтому я взял заниженную стоимость, это 3 миллиарда долларов будет рыночная стоимость этого полигона, в который мы сейчас инвестируем средства. Более того, я хочу вам сказать, что как только вся техдокументация будет уже готова, вот господин Юницкий говорил, на которую уйдет всего лишь там, посмотрите по этапам развития компании, если не ошибаюсь, там или около 5 миллионов фунтов уйдет на всю документацию, чтобы сделать, она уже будет сама документация стоить в 10-20 раз дороже, ее уже можно продать будет. То есть это уже гарантия того, что акционеры, которые инвестируют, они не потеряли деньги, потому что сама техдокументация, которую уже сделает господин Юницкий со своими инженерами, с конструкторами, это уже будет стоить огромнейшее количество денег. Далее, вот посмотрим по такой позиции, вот если самый худший вариант, что же тогда происходит? Вот если через три года у нас оценка идет только вот так, то здесь вы можете увидеть, что покупая пакет акций, я взял, чтобы легче считать, было 400 фунтов, 104 тысячи акций. Значит, у вас 0,4 пенса сегодня стоимость акций, которую вы покупаете, она через три года будет стоить 1,8 пенса, то есть это от фунта, 0,18 фунта. Рост за три года 472 процента, это 157,5 процента в год. То есть, когда через три года будут свободные продажи уже акции, вы свободно можете продать за эти деньги, хотя, опять же, это минимальная сумма взята, потому что планы компании, это 1 фунт, чтобы и все сделать для того, чтобы есть специальная технология, как это все должно быть, чтобы акция стоила 1 фунт. Если она будет стоить 1 фунт, умножьте 104 на 1 фунт, это 104 тысячи фунтов, это вообще еще выше. Теперь строительство дорог, если мы возьмем в среднем, так вот, когда мы разговаривали с Анатолием Эдуардовичем, когда я показал тогда завышенные цифры, такие максимальные, которые максимальные планы компании, он говорит, давай мы не будем как бы пугать людей, а поставим минимальные, потому что в первый год планируется тысяча-две тысячи километров дорог. Естественно, будет расти технология, мы будем создавать роботосистемы, которые будут, заводы новые будут создаваться, которые будут это все производить. Естественно, там через два года уже в три, в пять, а то и в десять раз дорог будут строиться больше, чем в первый год. Мы берем, вот на пять лет в среднем десять тысяч километров дорог в год – это пятьдесят тысяч километров дорог через пять лет. А здесь мы сразу видим, что сто миллиардов стоимость, по себестоимости, два миллиона стоимость километра дорог. Это сто миллиардов стоимость которых дорог. Приведу пример, чтобы вы понимали, Это не означает, что за эти деньги мы же еще будем строить. Когда будет готов полигон, тогда Китай-Хашимин, Сергей Сибиряков говорил, что это первая, где задача выйти компанией, именно построить там дорогу, строительство от 3 до 6 месяцев, окупаемость тоже от 3 до 6 месяцев. И там пассажироперевозки 1 миллион человек в сутки. То есть там окупаемость будет очень быстрая. Так вот в Китае найдутся инвесторы, которые захотят инвестировать определенную сумму денег, для того, чтобы это построить. Это могут быть китайские, то есть там будет уже формироваться своя компания в Китае, допустим. Если это в России, значит российская своя компания, где мы берем 25% доход в УЕ, вы видите, следующая табличка, 20 миллиардов фунтов. Что это такое? Это позиция Веницкого, чтобы 25% вложенных средств ложилось именно в основные средства компании Skyway. И чтобы доходность, естественно, тоже была на уровне 25%. Некоторые проекты у нас будут, где 100% мы будем получать прибыли. То есть у нас не будет каких-то других акционеров. Это будут инвестированы самой компанией в эти проекты. Там 100% будет доходности. Но расчет здесь берется из 25% как стоимости основных средств и точно так же дивидендов. Так вот, посмотрите, зелененьким выделено, внизу сначала желтеньким, насколько увеличатся ваши средства. Значит, стоимость акции при таких вот, при 50 тысяч километров дорог, будут стоить почти 1 фунт, 0,932 пенса, то есть 0,93 пенса, почти фунт. И ваш капитал будет уже оцениваться 96907 фунтов стерлингов. Это 24226%. Рыночная цена может быть акцией больше 1 фунта. Почему? Потому что 3,94, видим, это, скажем, годовой доход. А многие компании, особенно пенсионные фонды, инвестиционные фонды долгосрочные, они всегда ищут, куда инвестировать свои средства, чтобы практически гарантированно доходность была на уровне 3, 4, 5, 7%. И такие известные инвесторы планеты, как Орен Баффетт, как Джордж Сорос, они инвестируют в компании находностью основной свой капитал. Теперь давайте посмотрим следующая табличка. Если через 10 лет 500 тысяч километров дорог в год в среднем будет, но это не означает, что с первого года мы будем строить 500 тысяч километров, то есть в среднем. А вот давайте все-таки вернемся к той табличке еще. Доход с пакета ваших акций через 8 лет, вы видите 8 лет, 7 633 фунта доход от ваших акций. Только вдумайтесь, вы инвестировали 400 фунтов стерлингов, вы получаете в год через 8 лет 7 633 фунта стерлинга. Теперь смотрим через 10 лет при таком вот варианте, когда 500 тысяч километров дорог в год будут строиться, 5 миллионов километров дорог за 10 лет, стоимость ваших акций будет уже стоить, вообще не ваших, а стоимость акций по себестоимости будет стоить 91 фунт, стоимость вашего капитала 9 миллионов 543 фунта. Рыночная цена может быть 183 фунта стерлинга и 4% доходность по этим акциям. Те, кто будут покупать потом по 183 доллара, у них доходность будет на уровне 4%. То есть это будут так называемые спекулянты уже покупать, либо спекулировать акциями, либо получать дивиденды. И доход с пакета, если вы видите, у вас может быть 763 336 фунтов стерлингов. Только вдумайтесь, 400 фунтов стерлингов вы инвестировали, доходность по пакету этих акций на уровне 763 тысяч фунтов стерлингов. И самый такой, о котором мы говорили, 15 миллионов километров дорог за 20 лет, это 750 тысяч километров дорог в среднем в год. Доход, ваш капитал может оцениваться уже в 28 миллионов фунтов стерлингов. Стоимость рыночная может быть акций до 412 фунтов. И доходность по акциям 533. А доход с пакета, с вашего, может быть на уровне уже 2 миллионов 290 фунтов стерлингов в год. Поэтому, дорогие друзья, я бы рекомендовал вам, конечно, кто-то дождется, если акции станут по одному фунту, вы сможете продать пакет акций, грубо говоря, у кого особенно миллион акций, купить себе жилье, купить себе машину и жить, наслаждаться. Но я вам рекомендую, что акции компании Skyway продавать нельзя, потому что это будущее, скажем, пенсия. И не просто пенсия, это будущее наследство, которое вы будете передавать, потому что как минимум 100 лет эта технология будет работать, и ваши дети и ваши внуки, они от этой технологии могут жить и получать доходы ежегодные, достаточно очень высокие. И что для этого нам нужно, дорогие друзья? В первый год, 2014 год, нам необходимо от 100 до 300 тысяч инвесторов. То есть это, конечно, завышенная цифра, но нам нужно стремиться к этим цифрам. И если вы в будущем хотите, чтобы в других странах тоже развитие было вас как партнера, нацеливайтесь на то, что в будущем в других странах вы тоже будете развивать партнерские сети, потому что тогда граждане по принципу краудфайдинга будут инвестировать в Китай, в Индии, в России, в Украине, в Европе, Южная Америка, Австралия. То есть сами граждане смогут инвестировать в свои проекты, и от этого будут получать достаточно хорошие прибыли. То есть не только крупные инвесторы, но еще и простые граждане. И теперь, дорогие друзья, наша тема – это уровни инвесторов. То есть нужно понимать, что каждый человек, который приходит, они становятся на определенный уровень инвесторов. То есть у нас существует два уровня, минусовый, нулевой, который, ну скажем, до уровня в инвесторов идет. Минусовый – это тот, который должник постоянно, он всегда занимает деньги до зарплаты. Второй – который банкрот. То есть должник, он говорит, что он не инвестор, но он минусовый инвестор, потому что он всегда занимает и не дотягивает до зарплаты. А банкрот – это тот человек, который, может быть, воспользовался кредитными средствами, у кого-то занял денег, но произошла какая-то неприятная ситуация либо в экономике, либо в государстве, либо он неправильно повел бизнес, и он стал банкротом. То есть вторая ситуация – банкротство – это неплохая ситуация. самое главное, если человек будет использовать вот эти пять важных правил частного инвестирования, он сможет выйти из минусового инвестора в профессионал, если будет использовать четко вот восемь правил частного инвестора и пять заповедей частного инвестора. Так вот, дорогие друзья, следующий уровень это нулевой. Это тот инвестор, который живет по принципу, ни у кого не беру в долг и я никому не занимаю. Вот скажем так, наши потенциальные акционеры это минусовый инвесторы, которые могут быть банкроты, они очень сильно заинтересуются предложением. Если это должники, которые живут от зарплаты до зарплаты и занимают деньги, не стоит даже с такими людьми работать, они будут высасывать энергию у вас. Далее, нулевые инвесторы, они тоже, это не очень хорошие, скажем, потенциальные клиенты, акционеры, которые могут стать. Если он даже станет акционером, ну, грубо говоря, он вам всю кровь выпьет до капитализации компании, эти люди, самое интересное, ничему не обучаются. Вот следующий уровень, это уровень любителя, то есть акционер-любитель, который имеет средства, понимает, что такое инвестирование, слышал, вернее, что такое инвестирование, но не понимает, да, и хотел бы инвестировать. И вот здесь, если вы покажете вот эту таблицу по видам инвестирования и, скажем, что существует такое направление венчурное инвестирование, для любителя это может быть хорошее подспорье, плюс любителю важно обучаться инвестированию, чтобы не потерять свои средства. Но, к сожалению, любители большая часть, это 65-70 процентов людей, которые теряют свои деньги. И почему? Потому что иллюзия существует у 65-70 процентов людей, что они могут отдать кому-то свои средства, ничего не делать, им пообещают там очень высокие проценты, и они через там 10 лет получат, как говорится, на блюдечке за голубой каемочкой в сотни и в тысячи раз больше. Поэтому любители теряют деньги. Следующий этап, это умные, то есть умные инвесторы делятся на три категории. Умники, спекулянты и долгосрочные. То есть умники, которые, может быть, были любителями, поняли, что здесь весь инвестиционный бизнес построен на кидаловских моментах, если самое главное, мне быть первым для того, чтобы, грубо говоря, поиметь первому. Если даже ценные бумаги ничего не стоят, а ничего страшного. Это есть такая категория. Если вы придете к такому умнику, сделаете предложение, пускай вы даже этот человек себя позиционирует, что он может быть финансовый консультант какой-то компании, либо, может быть, он даже какой-то инвестор и у него есть блок, но он обычно отказывается, потому что он умник. Он еще не получил достаточно знания. И вот следующая категория среди умных инвесторов, это спекулянты. То есть спекулянты, которые, скажем, их мозг основан на том, чтобы купить подешевле, продать подороже. Вот эта категория людей, они могут быть акционерами компании Skyway, потому что они могут увидеть перспективу, что сегодня они покупают по 4.04 пенса акцию, а через три года могут ее продать по одному фунту. То есть это достаточно хорошая категория. Более того, спекулянты, они уже более образованы, чем умники. Долгосрочные инвесторы, это те, которые ориентированы на долгосрочную инвестицию, то есть для них это как пенсии. Обычно долгосрочные инвесторы приходят в пенсионные фонды, государственные, негосударственные, то есть в страховые фонды, инвестируют, постепенно откладывают каждый месяц. Они имеют определенные знания в капитализации, в инвестировании и они ориентированы именно на долгосрочные инвестиции. Вот это тоже потенциально очень хорошие наши акционеры, клиенты, которые могут стать акционерами компании Skyway. Теперь постоянно инвесторы делятся на две категории, инвестиционные менеджеры и трейдеры. То есть постоянно слышали, может быть, трейдеры валютного рынка, трейдеры фондового рынка, трейдеры, скажем, физического рынка, металлов, нефтепродуктов, ГСМ, пшеница и так далее. Огромное количество трейдеров. То есть трейдер это тот, который торгует на определенном рынке определенными товарами, как материальными, так и нематериальными. Но если говорить о фондовом рынке, это торговля акциями, фьючерсами, опционами. Если это рынок валютный, значит это валютные пары, это фьючерсы на золото, фьючерсы на валютные пары и так далее. Так вот эти инвесторы, категории инвесторов, они всегда заботятся о том, чтобы инвестировать еще в какие-либо проекты с высокой капитализацией. Это тоже очень хорошие потенциальные ваши клиенты. Опытные инвесторы, это инвестиционные консультанты, это те, которые уже не просто зарабатывают деньги на инвестиционном консультировании, но еще и зарабатывают определенные проценты от дохода своих инвесторов. И вот эти люди, если вы к ним обратитесь, они очень здорово отнесутся к этому. Более того, у них огромная база инвесторов с большими капиталами. Точно так же, когда я узнал о студент нашей Академии, дал мне информацию, почему огромное количество, скажем, у меня партнеров в сети, более 400 человек в первом уровне. Потому что я дал информацию клиентам Академии, слушателям Академии и люди осознанно приняли решение. Естественно, пятый уровень профессионал, это профессиональные инвесторы, которые опытные и профессиональные инвесторы, дорогие друзья, они никогда не теряют деньги. Капиталы никогда не пропадают, потому что они могут диверсифицировать свои риски, разместить портфель на свои инвестиции. И вот цель, скажем, моя – просвещение людей по финансовой грамотности, чтобы люди выработали в себе правильное инвестиционное мышление. И, скажем, подготавливаем мы людей, обучаем тому, чтобы они выработали и портфельное мышление, и правильное инвестиционное мышление. Поэтому профессиональные и опытные инвесторы, они никогда не теряют деньги. И я вам желаю, чтобы вы в будущем стали и профессиональным, и опытным инвестором, в полном смысле слова. И как же можно получать доход от 100 до 1000 процентов в месяц при активной стратегии инвестирования? Вот посмотрите, значит, 600 фунтов было инвестирование сразу вот 25-26 числа на себя и на членов своей семьи 36 тысяч рублей инвестиций 25-26-2014. 28-03 доход 425 тысяч – это, скажем, активное управление инвестициями дал 1081 процент за, скажем, несколько дней. На сегодняшний момент эта сумма, конечно же, еще больше. И я точно также работаю сегодня с крупными инвесторами, которые, хочу, чтобы они, скажем, инвестировали сотни тысяч фунтов стерлингов. У меня есть такие, скажем, выходы и базы таких людей. Поэтому каждый человек, он может работать в этом направлении. Так, в этом плане все, дорогие друзья. Я сейчас включу чат. У кого есть вопросы, давайте я быстренько отвечу на вопросы и мы перейдем к следующей теме. Сейчас вы можете писать вопросы. Хорошо, я тогда отвечу на те вопросы, которые были написаны в чате. сейчас можете писать «да». Наталья, какая пенсия в цифрах? Андрей, я буквально тоже на секундочку. Войду, все замечательно. Пока, ну, просто как для того, чтобы мы вдвоем ведем. Дорогие друзья, я просто свое мнение сейчас скажу. Я лекции Андрея слушаю уже, вот, наверное, пятый раз или шестой раз. Вчера вместе выступал и каждый раз не перестаю, скажем так, удивляться и с удовольствием это слушать, потому что такого уровня профессиональное объяснение акционирования не каждый раз встретишь. Вот, поэтому еще буду с удовольствием не раз и не раз слышать. А для тех, кто или первый раз зашел, или это сам, ну, не до конца внимательно смотрел, я скажу, что Андрей — это наш одесский партнер, и он сейчас находится в Одессе. Это школа инвестиционного менеджмента, который находится на Украине и в Одессе. И поэтому мы сейчас очень, как бы, там, рады и горды тем, что наш партнер вот такого уровня находится в Одессе, и мы работаем, Виктор, находясь в Литве, в Друзкиненкае, я находясь под Москвой, а Андрей Хавратов в Одессе. Поэтому, дорогие друзья, тут вот по поводу того, что сколько раз и как-то это слушать надо постоянно, и вот этот уровень, когда вы будете вот точно так же для своих партнеров и для своих клиентов вот так же доходчиво рассказывать, вот считайте, что вы действительно стали серьезным инвестиционным менеджером. Вот поэтому, Андрей, я еще просто один вопрос, который мне сегодня задавали, вот когда перед школой я связывался, возник такой вопрос, что как только программа закончится, то вот те инвестиционные менеджеры, и когда процесс пройдет через два-три года, что процесс закончится или эта система будет работать дальше. Вот здесь я могу сказать, и мы как раз на школе Андрея будем дальше это показывать и рассказывать, что сейчас идет инвестиция в базовую технологию. Буквально к сентябрю мы выведем ряд конкретных проектов, в том числе Одесский, SkyWay, Нью-Йоркский SkyWay, там еще ряд SkyWay, будут ряд технологических проектов, связанных с рудой, перевозкой металла и так далее, и так далее. И фактически эта программа на сегодняшний момент по нашей технологической оценке не имеет границ, поэтому те, кто сейчас будут профессионально расти и станут действительно профессиональными менеджерами, они на ближайшие несколько лет, а можно даже сказать десятку лет, будут обеспечены очень высокодоходной и серьезной работой, которая будет идти параллельно с развивающимся бизнесом. Спасибо, это я вроде как к комментарию, переход уже ко второй части именно профессионального инвестирования. Спасибо, Андрей, за возможность выступить. Я хочу ответить Дмитрию, пипец, вы убили почти полтора часа моего времени, повторяя, что было на втором уроке. Дорогие друзья, если вы видели, о чем мы сегодня будем говорить, первая часть была для новичков, вторая часть сейчас, это для тех, кто уже проходил обучение, поэтому вы могли не тратить полтора часа времени, а просто включить на громкоговорящую связь и, ну скажем, заниматься своими делами. Я когда посещаю вебинары, я слушаю вебинары, я занимаюсь еще своими делами. Особенно вот в чем уникальность вебинара, в этом мне нравится. Вот сегодня был вопрос в скайпе. Андрей, а еще поясните нам про покупку акций с точки зрения договора, ведь когда акт покупаешь у брокера, оформляется договор, кажется трехсторонний. И как в нашем случае с этим договором, где он нужен или не нужен? Хороший вопрос, потому что действительно, когда вы ходите на фондовый рынок, у вас есть трехсторонний договор, то есть вы отдаете деньги брокеру, на самом деле не брокеру, а есть хранитель акций, скажем так, когда вы купили финансовый инструмент акций чьи-то, и если у вас есть деньги, то тогда деньги зачисляются вам на счет, который, этот счет находится в Насбанке, в данном случае России, либо в той стране, в которой вы находитесь. Когда же мы покупаем напрямую акции, здесь договоры не нужны. У нас в данном случае есть так называемая акция, где, и кто еще не видел акции, надо было мне закачать, чтобы вы посмотрели. Так вот, сейчас я покажу рабочий экран, наверное, покажу вам акцию. Вот, если вы видите, да, сейчас я открою. Немножко тормозит рабочий стол. А другие вопросы никто не задает, да, дорогие друзья? Хорошо, тогда мы переходим к следующей теме. Вот сейчас почему-то не видно акции, да, у вас? Почему? А, вот, вы видели, да? Посмотрите, вот так выглядит акция, и вы видите, здесь... Ага, это немножко не та, сейчас вот... Тут нет номеров, сейчас я другую покажу, потому что тут номеров нету. В данном случае, вот здесь есть, следующая сейчас акция откроется, здесь есть номера акций. Так вот, этого вполне достаточно. Эта акция заменяет любые договора, потому что здесь указано название компании, номер компании. Не просто количество акций, да, вот 500 тысяч штук акций здесь у меня, да, а еще номера акций. Это вообще, ну, просто невероятно. Вот это говорит о том, что это идет в реестре компаний. Потому что, если бы не было в реестре компаний, то тогда бы эти акции задавали вопрос, а откуда я знаю, что это идет в реестре компаний. Вот вы видите сразу в реестре компаний уже эти акции под номером, под определенными номерами. То есть, есть акция, сама номерная, вот вверху, А154, справа это количество акций, внизу, где трех директоров. То есть, вот это вы должны понимать, дорогие друзья, что в данном случае, я завершу рабочий стазывать. Так вот, дорогие друзья, кому нужно, пересмотрят. Отлично. Это тоже здорово. Итак, если вопросов нету, я так понимаю, что вопросов у нас нет. Или есть вопросы? Ага, вот. Есть, да? Меня и моих так отвечаю. Могу ли я получать доход ежемесячно от акций? На сегодняшний день и вообще по акциям все зависит от совета директоров акций компании, где вы можете, есть компании, каждые три месяца выплачивают дивиденды по своим акциям, есть каждые полгода. Вот, допустим, компания Apple, вам простой пример по компании Apple. Три доллара, когда было размещение на IP в 80-м году, в 2013 году акция стоила почти 580 долларов, сейчас стоит где-то на уровне 530 долларов за акцию компании Apple. И за прошлое, за 2013 год они выплатили дивидендов 35% своим акционерам, но, к сожалению, нет суммы, но там миллиардные суммы, да? То есть, если разделить на тех акционеров, которые по 3 доллара акции, далее. Я новичок, я ничего не понял, а понятно, что инвестировал. Будет круто. Я опоздал, а на первой конференции не была. Значит, просмотрите потом видео. Партнер желает купить еще акции и оформить на внука трех лет. Это возможно? К сожалению, это не ко мне вопрос, а вопрос к юристам и к Сергею Семенову, но я думаю, что, наверное, нет, потому что совершеннолетие, по идее, такие вещи оформляются. Но вы потом можете сделать дарственную и передарить своему внуку. Почему свернули проект в Австралии? Сергей, вы здесь могли бы ответить на вопрос, почему свернули проект в Австралии? Чтобы не я отвечал, а вы ответили. Так, друзья, ну вопросов много. Я думаю, что для такого рода вебинара это просто кто слышал, что ли, вот тут опять пошли очередные вопросы по технике. Вот, но здесь я просто рекомендую зайти на сайт и хотя бы хоть что-нибудь почитать, потому что все ответы на вопросы есть, особенно там в книге «100 вопросов, 100 ответов». И 21 вопрос, который Юницкий записал в видеообращении, поэтому на первые вопросы, которые возникают вот для Андрея Петрова, здесь все ответы есть, надо только чуть-чуть почитать. Вот, а технические моменты уже, которые дает сам Юницкий, они все-таки основаны для тех, кто уже вникает, им надо именно нюансы рассказывать. Значит, по Австралии, я вам скажу абсолютно коротко, чтобы не останавливаться на этом, что это был этап развития. Юницкий создал венчурную компанию и вышли на, была попытка выйти на венчурный рынок Австралии и собирать здесь, но возник конфликт между именно менеджментом компании. Это тот случай, когда Юницкий отдал управление компании наемным менеджерам, и они занимались сбором денег, распределением денег, а он занимался чисто полигоном и строительством научной части. Естественно, что как только пошли серьезные инвестирования с измеримой там с несколькими миллионами долларов, то у менеджмента возник вопрос, что зачем отдавать эти деньги на научную часть Юницкому, когда можно их перераспределять между собой, то есть те, кто занимаются сбором денег. И исходя из этого конфликта, они лишили его, как главного акционера, возможности управлять компанией и, соответственно, стали развивать ее дальше. На моих глазах это происходило, к сожалению, уже не один, не два и уже не пять раз, когда крупные инвесторы пытались забрать управление, когда крупные чиновники пытались требовать контрольных технологий, но в данном случае это менеджеры, которые собирали деньги под проект, под строительство полигона, фактически стали распределять эти деньги себе лично. Вот сейчас в новом проекте, на новом этапе, к которому мы сейчас идем, Юницкий учел все эти возможности и сегодня он контрольный акционер, он генеральный конструктор и он же генеральный директор этой компании для того, чтобы вся полнота ответственности и вся полнота реализации проекта лежала только на нем. Поэтому сегодня он распоряжается деньгами, которые приходят и, соответственно, инвестирует их в полигон. Поэтому никаких здесь других возможностей, кроме как инвестировать в полигон, на сегодняшний момент просто не существует. Естественно, что эта ситуация будет не всегда, он сразу это и объявляет в своей партнерской программе, что как только акции выйдут на IPO и начнется серьезный приток капитала, он перестанет быть генеральным директором, он перестанет быть контрольным акционером, он эти акции выпустит на свободный рынок, капитализирует уже свою интеллектуальную собственность и станет обычным акционером, довольно-таки крупным, как и очень многие, кто войдутся с деньгами, и будет дальше продолжать заниматься уже именно наукой с точки зрения сегодня дальнейшего развития проектов, потому что планы у него очень серьезные, и за этим проектом у него есть еще более серьезный, более крупный технический проект, ну, про который сейчас, наверное, не время и не место, чтобы рассуждать и его анализировать. Вот, поэтому я могу сказать, что весь опыт, который вышел из австралийского этапа развития, то есть это очень важный этап, он сделал очень много серьезных шагов для того, чтобы сделать. После этого, там, два года назад, мы сделали уже совместно вот той группой, которая есть еще ряд подготовительных шагов, мы создали в общей сложности около 18 компаний по всему миру с крупными уставными капиталами, там тоже там они порядка были несколько сот миллиардов долларов, но мы не сделали самого главного, мы не сделали эмиссию акций, оплаченную интеллектуальной собственностью, и как раз вот за последний год Юницкий сделал вот этот последний, очень важный шаг, когда он смог внести интеллектуальную собственность, оценить эту интеллектуальную собственность, и именно ей оплатить эмиссию акций. И после этого механизм, который мы сегодня реализуем, стал абсолютно законченным, и только он позволил уже выходить на вот эту краудфайдинговую систему, то есть создавать количество инвесторов, большое количество через краудфайдинговые площадки, имея в руках оплаченные акции. Вот поэтому я могу сказать, что Австралия это как очень важный этап в развитии проекта, так же как и потом еще ряд созданий английских, там кипрских, еще ряд компаний, которые были декларированы, но с неоплаченным уставным капиталом. А сегодня, когда эта система абсолютно закончилась и оформилась, мы переходим вот к новому этапу ее дальнейшей реализации, вот чем мы сейчас занимаемся, что Андрей вам очень квалифицированно рассказывает. Спасибо. Спасибо. Друзья, я более того хочу сказать, когда я узнал, что в Австралии не получилось, мой корыстный, конечно, интерес был, я сказал, классно, что у них там не получилось, потому что инвестиции, которые там были, это минимум, если не ошибаюсь, 1000 долларов, а второй момент, действительно, управление было не в руках Юницкого. И если, ну, простой пример, чтобы вы понимали, посмотрите фильм «Олд стрит. Деньги не спят» называется. Вот посмотрите этот фильм, когда были привлечены инвестиции на альтернативные источники энергии, а руководство компаний взяло эти деньги, то есть китайцы им дали огромную сумму денег на разработку альтернативных источников энергии, там, порядка, если не ошибаюсь, что-то 900 миллионов долларов должно быть идти. Эти деньги пришли и ушли не в целевом назначении, они купили там нефтяные какие-то вышки и купили там нефтяные компании. То есть это вот простой пример, как крупные компании, используя научный потенциал, просто-напросто, ну, грубо говоря, средства отдают в другие руки. В данном случае, когда я изучил, что и понял, что именно Юницкий до открытия полигона полностью контролирует и регулирует все эти вопросы, вот это меня воодушевило больше всего, потому что я считаю, что если он разработчик, а более того, я хочу сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий и Сергей Сибиряков не обладают именно инвестиционным мышлением. Вот есть мышление, бизнес мышления, а бизнес мышления это купил пришевле, продал подороже. Спекулятивная такая, да, вот способ мышления. А вот профессиональный инвестор, он по-другому мыслит, что в 10 инструментов он инвестирует, и если даже 9 инструментов прогорят, но один покроет все расходы и даст сверх прибыли, он будет инвестировать. Вот это так вот мыслят профессиональные инвесторы. Бизнесмены, они, к сожалению, так не мыслят, из-за этого потом бывают неприятные моменты. И вот то, что произошло в Австралии, лично я, лично я как акционер, этому очень доволен, потому что мы сегодня имеем возможность инвестировать в компанию, которую управляет сам господин Юницкий, а не управляют какие-то ребята, которые создают, скажем, поток средств. Это очень здорово, дорогие друзья. И отвечу сразу же, задавали вопрос сегодня в скайпе. Я отключу видео, потому что многие друзья притормаживают именно интернет или компьютер. Без видео нормально. Так вот, задавали вопрос сегодня по поводу... Этот вопрос надо найти сейчас в скайпе. Что такое интеллектуальная собственность и каким образом интеллектуальная собственность была внесена в вставной капитал? Дорогие друзья, вот здесь тоже, когда я узнал, что именно вставной капитал интеллектуальной собственностью оплачен, то есть, представьте, 36 лет разработок Анатолия Эдуардовича Юницкого. Он открыл свою компанию, где эти все разработки являются собственностью этой компании. И теперь, покупая акции, он нам отдает долю, то есть, практически, можно сказать, он отдает долю в этих разработках. То есть, это вообще, вы себе даже не представляете, насколько вот то, что сделал Анатолий Эдуардович, это просто невероятная вещь, которая вообще, я не знаю, такие моменты бывают очень и очень редко. Очень я вам хочу сказать. Поэтому, то, что интеллектуальная собственность оплачена и то, что мы, скажем, совладельцы этой интеллектуальной собственности, это просто невероятно для инвестора, особенно для частного инвестора. Хорошо, дорогие друзья, здесь вот мне задают вопрос 425 тысяч, это вы заработали в виде 15% с приглашенных. Ну, не все 425 тысяч. Лично приглашенных я заработал около 300 тысяч, потому что у меня крупные инвесторы инвестировались и потом я еще доинвестировался, у меня в общей сложности почти 12 миллионов акций уже. Так вот, у меня крупные инвесторы инвестировались по 5 тысяч фунтов, по 10 нет, есть 4 тысячи, 2,5-2 тысячи фунтов, несколько человек по 5 тысяч фунтов. То есть, Это крупные инвесторы, которые инвестировались, то есть это люди, скажем так, дорогие друзья, если человек опытный инвестор, если человек даже, ну скажем, долгосрой, ну в основном опытный инвестор, который находится в академии частного инвестора, которых мы подготавливаем, обучаем, это люди все знают за и против, и они быстро могут оценить проект и знают, какую сумму конкретно они могут инвестировать в данный проект. Вот это и есть одна из главных задач опытного профессионального инвестора. Он точно знает, в какой проект, какую сумму нужно вливать. Так, все остальные вопросы, дорогие друзья, там был еще вопрос по обучению. Мы действительно создадим, наверное, чат по обучению отдельно, и вы будете писать, я смогу отвечать, и наши партнеры тоже смогут отвечать на многие вопросы. Нам действительно, действительно, вот с Сергеем Семеновым поговорю, создадим со следующей недели чат обучающий именно для партнеров. Как объяснить, что грамотному потенциальному инвестору, что реестр акционеров ведется пока сама компания? Если это, дорогие друзья, грамотный, потенциальный акционер, то я вас уверяю, я вот грамотный, потенциальный был инвестор. И я всегда знаю о законодательстве, потому что я компанию открывал в свое время в Индии, у меня ни одна компания была открыта в Украине, в России, в Европе компания. Я прекрасно знаю законы. И инвестор, кто такой профессиональный инвестор? Когда он изучает какую-либо страну, он сразу же ее изучает со стороны налогового законодательства и инвестиционных возможностей в этой стране. Поэтому, если это потенциальный грамотный инвестор, то он должен знать, что реестр акционеров... Вот у нас даже акционерной компании закрытого типа существует, есть реестр акционеров, который ведется, дорогие друзья. Но это к бабушке ходить не нужно. Если действительно, если вы пишете, что это грамотный потенциальный инвестор, то он должен понимать, что реестр акционеров ведется внутри компании в первую очередь, А потом он выдается, если это открытая публичная компания, тогда, скажем, вселюдно, прозрачно. По британскому праву, это вообще, по британскому праву они должны будут так сделать, компания должна так будет сделать. И вот эти вот номера, которые я показывал, они уже есть подтверждением. То есть по британскому праву, более того, хочу сказать, что то, что сделано, акцию, которую я увидел, я вообще был потрясен, что даже номера выдаются. То есть это уже говорит о том, что ведется реестр компаний. Не просто отдали 500 тысяч акций, а реестр потом пришлют тебе, когда номера будут, мы тебе пришлем какие номера. Нет, они сразу же пронумеровали эти акции. Хорошо, дорогие друзья, все вопросы действительно будете в чат потом писать именно для партнеров. А мы давайте переходим к уже теме создания капитального дохода SkyWay более 100 тысяч фунтов в течение 2-3 лет. И инвестиционной стратегии в инвестировании. И будут домашние задания вам сегодня. Так вот, дорогие друзья, как создать капитальный доход 100 тысяч фунтов стрелинга в течение 3-5 лет? Нужно понимать, что такое капитальный доход. Капитальный доход – это сумма инвотчи, это наш термин, это мой даже термин. Инвестиционные отчисления называется. И вот я сегодня запланировал своих инвестиционных отчислений. То есть ежемесячно я от своего дохода чистого отчисляю определенную сумму денег, которые у меня идут в инвестирование. Так вот, я себе поставил цель, что от 10 до 20% от инвестиционных отчислений я должен покупать еще акции компании SkyWay. Так вот, я почему это говорю, что капитальный доход – это сумма инвотчи, то есть это инвестиционные отчисления. Так вот, пример. Инвестируется, предположим, 10 тысяч долларов. Через 20 лет с учетом капитализации, то есть процент на процент, может быть следующая сумма. 12% годовых – это 110 тысяч долларов. При 15% годовых – это с учетом ежемесячной капитализации. Не ежегодной, а ежемесячной. При 18% годовых – 361%. Кстати, для кого тяжелое понятие, что такое капитализация, в Академии частного инвестора в начальном обучении там есть раздел «Капитализация», где я подробно рассказываю, что такое капитализация, изучите и все вам станет понятно. При 30% годовых – 3 миллиона 841 тысяча 64 доллара. То есть сразу вы можете понять, что это сумма инвочи, то есть инвочи – это 10 тысяч, которое инвестиционное отчисление было, а сумма капитализации – это минус эти 10 тысяч. И вот сумма капитализации плюс инвочи – это называется капитальный доход. То есть в данном случае 110 тысяч при 12% годовых – это капитальный доход. При 30% годовых – 3 миллиона 841 тысяча. Теперь, дорогие друзья, что акционеры РСВ, которые компания Skyway, к примеру, инвестировал 300 фунтов, имеют право на получение дохода. То есть это вы, наверное, знаете. То есть если вы инвестировали на 300 фунтов, вы имеете право на получение так называемого реферального дохода, партнерского дохода от компании Skyway. Четырехуровневая пока система, но идут улучшения маркетинг-плана, потому что приходят лидеры в еще многоуровневых структур, для того, чтобы было им интересно развивать и глубину, и лидерские структуры. Я сегодня с Сергеем Семеновым говорил, просто, я считаю, идеальный тот маркетинг-план, который сейчас готовится, это просто идеальный маркетинг-план. Поэтому, ваш привлеченный акционер, к примеру, в чем уникальность? Когда я это увидел, дорогие друзья, я был поражен, потому что я увидел, есть бонусный счет и акционный счет. Но я не буду, чтобы не тормозило показывать, потом покажу. Так вот, если, предположим, ваш акционер инвестировал 300 фунтов, это 18 тысяч рублей, вы получаете 15% отлично приглашенных людей, инвесторов, не просто людей, инвесторов, которые инвестировали. На бонусный счет 2700 и на акционный 2700. На акционные деньги, которые находятся на акционный счет, вы можете купить только акции. А на бонусном счете 2700 вы можете делать, поступать так, как вы хотите. Хотите, выведите себе, это ваши живые деньги, это деньги, которые вы зарабатываете здесь и сейчас. Ваши привлеченные акционеры, инвестировав 1000 фунтов, предположим, 60 тысяч рублей, вы получаете 15%, на бонусный счет 9000 рублей, на акционный счет 9000 рублей. То есть, это деньги, которые вы получаете на акционном, для покупки акций. И теперь посмотрите, исходя из вышесложенного, что необходимо сделать. То есть, бонусный счет вы можете распределять следующим образом. 20% реинвестировать снова в акции Skyway, 30% от инвестиций в развитие бизнеса, то есть, вам нужно будет 30% для того, чтобы развивать дальше бизнес, 30% инвестировать, и 50% тратьте на себя. То есть, это может быть дополнительный доход, и таким образом, посмотрите, что получится, и вам будет домашнее задание сделать. И второе, акционный счет, вы 100% приобретаете акции Skyway. То есть, на ту же сумму, которую вы получаете, бонусы, на бонусный счет, такая же сумма ложится на акционный. И вам домашнее задание выполнить расчет, какое количество акций вы сможете приобрести, сумма вашего капитального дохода и дивидендов. То есть, сейчас я покажу очень интересную рабочий стол, я покажу, и покажу очень интересную таблицу. Сейчас она загрузится. Сейчас загрузится еще. Во, отлично, есть таблица. Так вот, дорогие друзья, увидев эту таблицу, вы видите, год, месяц, сумма инвестиций. Я здесь взял образно. То есть, в этой таблице можно будет, я дам Сергею Семенову, выложат в ВКонтакте, и завтра вы сможете ВКонтакте скачать эту таблицу. Далее, доход 15%. Это, я считаю, здесь только отлично привлеченных людей. Также вы можете еще получать доходность от привлеченных акционеров, которые привлекли ваши активные партнеры. Там тоже есть определенный, достаточно хороший доход. Так вот, посмотрите, зеленым я здесь выделил, вот сейчас так немножко выделил, что я посчитал, что если у вас есть 5 человек, вы, допустим, берете для себя план, 5 акционеров ежемесячно, которые в среднем будут инвестировать по 1000 евро. То есть, кто-то инвестирует по 100 евро, кто-то 2000 евро, кто-то 5000 евро. А может быть, вы начнете работать, и мы будем давать такие школы уже для инвестиционных менеджеров, как привлекать акционеров, которые могут инвестировать десятки тысяч. То есть, где находить таких акционеров, и как, чтобы они акционировались. То есть, как им правильно рассказывать, чтобы они привлекали средства, инвестировали сюда. Хочу вам сказать сразу, общаясь со многими профессиональными инвесторами, у меня есть ряд крупных инвесторов, которые уже работают над тем, чтобы закрыть свои активы, которые у них есть в Америке, в Австралии, выводят деньги постепенно, и будут уже в мае, в июне месяце инвестироваться крупными суммами. Это сотни тысяч фунтов сервингов для покупки акций. То есть, таким людям нужно время, конечно. Потому что они не могут сразу активы свои освободить. Но они изучают предложения и размещают свои инвестиции именно в высокоприбыльные и, можно сказать, если правильно, гарантированные объекты инвестировано. Но инвестирование с высокоприбыльностью, и на сегодняшний день, может быть, это высокорисковый инструмент, как для меня, так и для них. Но они инвестируют в надежную компанию, потому что для них это надежная компания. Так вот, дорогие друзья, здесь я написал всего месяца как пример. То есть, предположим, тысяча фунтов, пять человек, значит, вы получаете 750 фунтов стерлингов, ваш доход. То есть, он распределяется следующим образом. 100% вы с акционного счета, вот здесь написано, это бонусный счет, это акционный счет. АС, БС это бонусный счет, АС акционный счет. Вы в первый месяц 500 фунтов стерлингов, это 165 тысяч акций. То есть, вы это определяете, вот количество акций, сейчас я покажу на рабочем столе. Вот где мы берем мои сертификаты, сейчас загрузится. Да, у нас немножко задержка видео с рабочего стола на 5-7 секунд. Но у меня второй компьютер есть, поэтому я просматриваю. Вот мои сертификаты, где вы можете видеть эту информацию. Вы можете эту информацию видеть в ваших сертификатах. И вы видите, допустим, вот здесь вот 500 фунтов, это 165 тысяч акций. Далее, 1000 фунтов, это 350 тысяч акций. Вот видите, да? Сейчас переходим опять в табличку. То есть, какое у вас сразу будет домашнее задание? Это к партнерам я обращаюсь, которые серьезно настроены работать. И таким образом у вас произойдет капитальный доход через 3-5 лет. Более 100 тысяч фунтов. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно вот здесь расписать количество акций, с учетом того, что у нас дисконты будут меняться. Каждый квартал, каждые полгода будут меняться дисконты. Вам необходимо будет, учитывая эти дисконты, вы в этих дисконтах сразу сможете высчитать, сколько будет пакет акций, сколько стоит. И вы на протяжении, скажем, вот здесь вот есть в табличке, 36 месяцев до мая 2017 года. Вам нужно расписать количество средств, которые вы получите. Ваш план, какой, может быть, ваш план будет не 5 человек, а 3 человека. И инвестиции, может быть, будут у вас по 100 фунтов. Вот я сейчас изменил, да? Здесь в формуле все есть. И тогда вам нужно будет акции записать, исходя из того, какие бонусы вы будете получать, как по бонусному счету, так и по акционному. Вам тогда нужно будет вручную изменить в этой колонке, в этой колонке и сделать расчет, сколько же тогда, я верну 5 и 1000, сколько же тогда у вас будет количество акций по вот этой табличке, которую я показывал предыдущую. Я ее тоже отдам Сергею Семенову. Вы сможете... Здесь вы сможете изменять и увидеть, допустим, если это через 5 лет, значит, мы ставим 3 года, и здесь в среднем будет около в год 5000 километров дорог. Допустим, это в общей сложности 5 лет, 2 года. Вот так вот. То есть вы видите стоимость акций, какая будет, и доходность пакета, какая будет. Какое количество у вас будет акций, какой ваш может быть капитальный доход, и какой доход в месяц вы будете получать. Почему вот я и написал ваше домашнее задание. Я выключаю опять рабочий стол. Возвращаемся к нашим слайдам. То есть домашнее задание выполнить расчет, какое количество акций вы сможете приобрести, сумма вашего капитального дохода и дивидендов за 3, 5, 8 и 10 лет. То есть этого все вам нужно будет рассчитать. На это мы даем вам 2,5, даже почти 3 недели до 15 мая по этой таблице вам все нужно будет сделать. 15 мая мы подведем итоги. Более того, для начинающих, те, кто уже впервые, вспомните тоже домашнее задание, которое было на предыдущих слайдах. Тоже посмотрите. И следующая наша тема это инвестиционные стратегии в инвестировании. Здесь вы тоже должны понимать, какие существуют инвестиционные стратегии. Они существуют трех направлений, трех типов. То есть стратегия пассивного управления. То есть когда инвестор, откладывает деньги и отдает кому-то в управление эти деньги, приобретая либо акции каких-то компаний, и он доверяет каким-то компаниям, и таким образом он живет на дивиденды, либо давая деньги в доверительное управление каким-либо компаниям инвестиционным, либо другого типа компаний. Далее, стратегия активного управления. Когда человек самостоятельно управляет своими активами на разных рынках инвестиционных, и он, скажем, вот такие люди, это уже в разряда инвестиционные консультанты, инвестиционные менеджеры. И стратегия смешанного типа управления, когда вы часть средств управляете активно, то есть вы сами формируете инвестиционный портфель, вы сами формируете, сколько процентов соотношений нужно вкладывать, в какие инструменты, то есть вы этим, скажем, полностью владеете знаниями. Обычно по уровню инвестора это уже опытные и профессиональные инвесторы этим занимаются. И стратегия смешанного типа, когда часть средств вы управляете самостоятельно, а часть средств вы отдаете кому-то другому. Так вот, цель, скажем, моя и академия, это научить людей использовать стратегию смешанного типа управления. И один из главных моментов, чтобы вы сами могли оценивать, не просто то, что мы говорим вам, вот вы можете получить столько денег, вот мы классная компания, вот компания Skyway, это супер лидер будет, тут все просто в шоколаде будет. Вы самостоятельно должны научиться разбираться во всех инвестиционных вопросах, чтобы знать, как оценивать компанию и к какому ее отнести сегменту риска, надежности, и самое главное, какое количество средств вы готовы инвестировать в это направление. И как я говорил, одна из целей, которую вы познакомишься с Skyway, у меня было, я вам скажу, вот откровенно, порядка 30, иногда 40%, которые, вот я, из инвестиционных отчислений, уже честно говоря, как и многие инвесторы профессиональные, не знают, ты уже думаешь, ну куда бы их размещать, какие бы новые направления еще были бы интересны, чтобы было размещать. И когда появилась компания Skyway, для меня, и для некоторых вот моих инвесторов, с которыми я общаюсь, это было, вот как, знаете, вот, когда ты накапливаешь эту сумму денег, и не хочешь ее ни в фондовые площадки, ни в валютные площадки, а хочешь какие-то новые направления, но достаточно перспективные, надежные, и высокоприбыльные, и появляется вот эта компания для нас, для многих инвесторов, профессиональных инвесторов. Это просто, вы знаете, как, ну невероятное предложение для сохранности и преувеличения. Хочу вам сказать сразу, что при своих заработках нужно уметь правильно инвестировать, для того, чтобы сохранять средства, а еще правильно знать, какую сумму вам нужно инвестировать. То, что вот я говорю, что от инвестиционных отчислений 10 до 20%, сегодня у меня уже идет в плане, что это идет на компанию Skyway. Именно от инвестиционных отчислений. Хорошо, дорогие друзья, на этом, я думаю, все. Мы почти два часа. Я думаю, что некоторые даже устали. Я отвечу на несколько интересных вопросов. Повторю вопрос. При проверке британской компании по реестру, адрес регистрации используется множество других компаний. Это нормально? Конечно нормально. Дорогие друзья, я сейчас консультировал одну из компаний, то есть у нас много студентов, которые, скажем, либо желают открыть инвестиционные фонды и компании, либо у них есть в планах, связанные в разных направлениях, с недвижимостью, с фондовым рынком, с валютными рынками. Так вот, я консультирую сейчас одних людей, и мы связывались с британскими, российскими партнерами, которые открывают компании. Это вполне нормально, когда юридический адрес, точно так же я хочу вам сказать, у меня есть в Европе компания, где по этому юридическому адресу тоже много открыто компаний. Почему? Потому что эта компания предоставляет так называемую аренду юридического адреса для компаний. Это вполне нормальное явление регистрации юридического адреса. То есть, ничего страшного здесь вообще нету, и тот, кто имел хотя бы, открывал хотя бы одну компанию, к примеру, я вам приведу пример, я прописан в Киевской области, я буду открывать компанию в Одессе, к примеру, или вот сейчас мы планируем открывать нашим сотрудникам и партнерам по Академии в России, Академию частного инвестора, обучающую. Так вот, у нас юридический адрес будет именно в компании, там, где мы будем открывать, и там юридическая компания, которая нам открывает компанию, предоставляет аренду юридического адреса. То есть, они открывают по своему объекту, который у них есть, несколько юридических компаний, то есть, это вполне нормальное явление. Поэтому, вот те люди, которые уже открывали компанию не по своему месту жительства, не по своему месту регистрации, они знают, что это нормальное явление. можно как-то сделать чтобы ссылка по понедельникам было раньше да постараемся сделать чтобы это было раньше все дорогие друзья так ну я больше не буду отвечать как бы затягивать ваше время еще один вопрос ждем обучающий чат андрей все дорогие друзья мы сергеем себе с семеном завтра пообщаемся сергей если еще может быть что-то ты хочешь сказать скажешь или мы отключаемся когда нет все спасибо очень хорошо андрей так что замечательно будем дальше продолжать я думаю что как раз отточим эту работу и это очень важное и нужная как бы сейчас для всех для всех работы я думаю что те кто понимает они это очень хорошо оценили что андрей большое спасибо за еще один плодоторный вечер тогда до завтра пока пока всем вот и вот и Продолжение следует...